И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших. Отвечу я, и Бог заплачет. Приветствую, дорогие друзья! Это «Время Белковского» на YouTube-канале Белковский. Специальный выпуск, который состоит из одной только рубрики «ИИ настоящий». Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Белковский и помогайте ему жить и работать любыми доступными вам способами. Финансируйте, пожалуйста, канал Белковский, что можно делать и из любой страны мира, и в любой фиатной валюте или криптовалюте. Все инструкции по этому поводу написаны прямо здесь, в описании YouTube-канала Белковский. Если вы будете это делать, то вам, безусловно, зачтется как на земле, так и на небесах. Итак, сегодня спецвыпуск, посвященный искусственному интеллекту. Напомню, откуда берется название рубрики «ИИ настоящий». Когда-то, лет пять назад, глава государственной корпорации ВЭБ РФ, бывшего Внешэкономбанка, Игорь Иванович Шувалов заявил, что Владимир Владимирович Путин, президент РФ, болен искусственным интеллектом, то есть чрезвычайно увлечен ИИ. Потом психоаналитики пришли к выводу, что увлечение ИИ связано с тем, что господин Путин очень любит эту аббревиатуру ИИ, а не потому, что искусственный интеллект, а любит он аббревиатуру потому, что ИИ – это Игорь Иванович, один из самых близких к нему людей, один из самых влиятельных бизнесменов и чиновников современной России – Игорь Иванович Сечин, глава компании «Роснефть». А еще один ИИ – это, собственно, Игорь Иванович Шувалов, который говорил про специфическую высокую болезнь РФ президента. Так вот, в прежние времена Игорь Иванович Сечин в противовес Игоря Ивановича Шувалова назывался Игорь Иванович настоящий. Потому что у него влияние, в отличие от господина Шувалова, на президента Путина было самое, что ни на есть, настоящее. Настоящее, почему Игорь Иванович Сечин устроил дело ЮГОСа, отправил в тюрьму Михаила Ходорковского и группы его соратников и так далее. Это не значит, что Игорь Иванович Шувалов был совсем ненастоящий, но какой-то, может быть, немножко менее настоящий. А вот искусственный интеллект, он действительно настоящий и независимо от того, что о нем думает президент Путин и его единомышленники, в общем, застрявшие где-то в бронзовом веке по своему менталитету. И пониманию современных технологических процессов, а также их резиденциального и сакрального измерения. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что же происходит с искусственным интеллектом на сегодня. Не в России, конечно, где перспективы его не очень радужны из-за общей линии Владимира Путина и всей его властной системы на полную изоляцию, исключающую возможность интеграции в глобальные технологические процессы. А в мире? И что это всем нам сулит, поскольку касается это всех и каждого. Ибо для технологий нет барьеров, как бы ни пытались выстроить их архаично мыслящие политики и приравненные к ним лица. В середине июля началась масштабная забастовка одновременно актеров и сценаристов Голливуда. Ничего подобного не было с 1960 года, чтобы актеры и сценаристы бастовали одновременно. В забастовке участвует около 160 тысяч человек. Полуофициальный старт забастовки был дан 13 июля в лондонском кинотеатре «Оден-Люкс», где проходила премьера фильма «Опенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана. Ну, влиятельные кинокритики утверждают, что фильм чрезвычайно скучный, но это совершенно другой вопрос. И вот во время премьеры звёзды фильма Киллиан Мерр, Фэмили Блант, Роберт Дауни-младший, Кеннет Бранов, Нерами Малек в какой-то момент поднялись и вышли из зала. На сцену поднялся один только режиссёр Кристофер Нолан, который объяснил публике, что актеры покинули залу вовсе не потому, что они возмущены приёмом или им режиссёром Ноланом, а потому что именно в этот момент, в полночь по времени западного побережья США, где находится тот самый Голливуд в Лос-Анджелесе, ну вы знаете, началась забастовка, объявленная профсоюзом Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания САГ «Автора». А забастовка началась ни много ни мало против искусственного интеллекта. Да-да. В основном бастуют актёры второго плана, потому что Голливуд готовит большую реформу в лице своих продюсеров, которые позволят заменить такого актёра второго плана на его же изображение, созданное искусственным интеллектом. А может быть и не его изображение, а просто нечто похожее. Потом поди докажи, что это ты, дорогой актёр. Ну возьмём, например, мою любимую Меган Маркл. Вот если бы герцог Сассекский, а тогда ещё принц Гарри, женился бы на искусственном интеллекте, что бы было с британской монархией, как бы развивался этот конфликт? С одной стороны, мощь этой самообучающейся Меган Маркл оказалась бы гораздо больше, потому что физическая Меган Маркл из плоти и крови практически не обучаема, как показал опыт. С другой стороны, обучаясь, искусственный интеллект, может быть, примирился с основами британской монархии и не захотел бы использовать свои возможности для головообогащения и хайпа, как это сделала физическая Меган Маркл. Вот, собственно, это модель того, что может случиться со всеми актёрами, а заодно и со сценаристами. Потому что теперь что может делать, например, искусственный интеллект? Он может взять какие-нибудь уже готовые сценарии, а сценарии голливудские очень часто похожи друг на друга, как братья-близнецы Кастер и Палукс, и склепать новый сценарий какого-то сериальчика, правда? Не прибегая к помощи физического сценариста, который давно уже погряз в собственных стереотипах. К тому же речь же идёт не о каких-то очень высокооплачиваемых людях. Ясно, что со всяким там Брэдом Питтом, Джонни Деппом, Уиллом Смитом, а то не побоюсь этого слова и моим любимым Джудом Ло, всё равно контракты будут как надо. А вот с массовкой это совсем другое дело. И прекрасно это понимая, голливудские актёры и сценаристы забастовали. Из-за чего, собственно, под вопросом ряд премьер в этом году стало голливудское производство. В частности, сериалов «Одни из нас» и «Очень странные дела». Мог быть отложен новый сериал про чужого и сиквел «Гладиатора». Очередная миссия невыполнима. Третье вином. Даже отменён сериальный ремейк «Метрополиса» Фрица Ланга, который планировал выпустить корпорацию «Эппл». Но это всё ненадолго. И все это прекрасно понимают. Да, забастовка может иметь краткосрочный продвиж. Но искусственный интеллект победит. Потому что зачем огромная орда второсортных актёров, когда искусственный интеллект уже есть и может генерировать их в товарно-промышленных количествах. Так же и с сценаристами. Собственно, сюжетов всего немного. Их 17. И искусственный интеллект с ними вполне и вполне справится. Но этот факт забастовки САГ-автра показывает. Человечество впервые всерьёз испугалось искусственного интеллекта. Да-да. Это мы почувствовали весной 2023 года. И этот страх постепенно принимает практически панический характер. До 2022 года как-то все были настроены довольно благодушно. Ну, искусственный интеллект и искусственный интеллект. Верный помощник человечества. Который, конечно, сократит порядка миллиарда рабочих мест уже в ближайшие 10 лет. Ну, так и что. Человек займётся чем-нибудь другим, более приятным. А перелом начался с появления чата GPT. Продукта корпорации OpenAI. Который был запущен 30 ноября 2022 года. И за два месяца аудитория активных пользователей чата GPT, то есть людей, которые вы скачали, составила 100 миллионов человек. Это был беспрецедентный успех по любым меркам. И поэтому весной, собственно, началась манифестация диких страхов. Ну, что такое чат GPT, я думаю, все мы знаем. Я не буду долго об этом рассказывать. Это генератор текстов и ответов на вопросы. Более того, чат GPT, на мой взгляд, это прототип экосистемы современного образца. Чем отличается вообще классическая бизнес-система сегодняшнего, то есть вчерашнего дня? Потому что то, что сегодня, это уже без пяти минут вчера. Особенно при темпах развития заданных нынешней технологической революции. Вернее, темпах развития, отражением которых является нынешняя технологическая революция. Ибо она сама по себе не субъектна. Это лишь некая субстанция, о чем мы еще поговорим чуть позже. Экосистема ближайшего будущего будет, во-первых, построена на принципе эмпатии. Ну, на том, что бизнес интересуется тобою как клиентом. Вот, например, современный банк клиентам совершенно не интересуется. Он полностью превратился в полицейского агента власти. И главное занятие современного банка – это compliance. Изучение, откуда берутся деньги, куда они деваются. И, по возможности, банк не заинтересован в клиенте вообще. Он заинтересован в том, чтобы как-то его отшить и отбрить под огромным количеством реальных и надуманных предлогов. Экосистема будущего, наверное, будет завлекать клиента, исходя из его персонализированных потребностей. А эти персонализированные потребности будут формироваться в виде текста. То есть клиент уже не будет обращаться в этот банк следующего поколения. Точнее, это не банк, а такая финансовая организация будет. Но мы же видим сегодня финансовые системы, альтернативные и параллельные банковские. Например, и валют, или вайс, которые получают вполне лицензии в разных странах и наступают банкам на пятки. Другое дело, что банкам все равно. Им кажется, что их спасут государство все равно, влив в них огромные какие-то деньги налогоплательщиков, как это недавно стало со швейцарским Credit Suisse. И нафиг им нужны клиенты. И действительно, лучше быть полицейским агентом государства, что это государство очень и очень обязывает тебя спасать в любой ситуации. И вот в этой экосистеме будущего ты даже не будешь говорить «мне нужно открыть счет, это и так понятно», или «мне нужно перечислить туда-сюда». Ты будешь говорить «я хотел бы купить дом в Малибу площадью 200 метров на расстоянии не более 5 километров от моря, но с видом на море». А дальше все само собой завернуться, включая ипотеку. Вот ChatGPT – это прообраз такой системы. Компания OpenAI, которая его сгенерировала, ее когда-то основали два выдающихся тренд-септора. Один из них – Илон Маск, всем известный. Другой – несколько менее известный Сэм Олтмен, которому сейчас всего 37 лет. Но он уже одна из ключевых фигур развития искусственного интеллекта в мире. Кстати, Сэм Олтмен – основатель венчурного фонда, который называется Y Combinator. Я думаю, что это Y Combinator побудил Илона Маска назвать все свои будущие корпорации и проекты литеры X. В чем тоже есть некоторый подвох, потому что X все-таки это как-то апеллирует к прошлому. Ну, мы знаем, что Twitter, возможно, будет переименован в X, и компания Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, уже называется XAI. Ну, понятно, что X – это еще обезличенность, это таинственность, это в некоторой степени бессубъектность, но от привкуса второго смысла здесь уж тоже никак не отделаешься. Кстати, по поводу Y Combinator, я подумал, что вообще все, что связано с искусственным интеллектом в русском, в русскоязычном исполнении, может называться проект «Великий комбинатор», поскольку чат GPT есть «Великий комбинатор». А кто такой «Великий комбинатор»? Это культовый герой русской литературы и, не по боистому слову, цивилизации, Остап Ибрагимович Бендер-Бей. Вот кого в русском искусственном интеллекте точно не хватает, и кто скоро выйдет на аванс сцены во всех смыслах, формах и проявлениях. Кстати, я подумал, что современный сериал, посвященный легализации разнообразных гендеров и гендера как социального конструкта, может включать главного героя, называющегося Остап Ибрагимович Гендер-Гей. Вам так не кажется? Прекрасный бренд, по-моему. Но Илон Маск потом отдалился от OpenAI, о чем, возможно, пожалел, когда и случился бум GPT. И вот паника по поводу того, что искусственный интеллект окажется сильнее человеческого, всех съест, установит контроль над землей, и человека просто выпарет с этой земли за ненадобностью, как мелкий обслуживающий персонал, началась в конце марта нынешнего 2023 года, когда Илон Маск, один из основателей Apple, Стив Бозник, и еще более тысячи экспертов призвали на полгода приостановить обучение системы искусственного интеллекта, более мощных, чем GPT-4, вот на котором работает нынешний чат GPT, чтобы понять, как их контролировать. «Гонка в создании мощных цифровых умов», сказали авторы открытого письма, «грозит тем, что они заменят людей». Ага, сейчас разберемся с этим. «Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми». Так было сказано в этом письме коллективное авторство, которого принадлежит так называемому институту будущей жизни, Future of Life Institute. Кто бы это мог сказать? Вот смотрите, если заменить систему искусственного интеллекта, мощные системы искусственного интеллекта на людей, вот представим себе формулировку. «Людей следует создавать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми. Кто и кому это говорит?» Это, безусловно, говорит дьявол Господу Богу. А психоанализ исходит из предположения, оно же и презумпция, что каков бы ни был человеческий текст, в нем всегда содержится скрытый диалог, автор этого текста, человека, субъекта, текста произнесения «С Богом». «С Богом», как говорится. Идем дальше. Итак, авторы обращения призвали все лаборатории по искусственному интеллекту немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев, обучение системы искусственного интеллекта более мощных, чем языковая модель GPT-4 от OpenAI. Если же паузу нельзя отдать быстро, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий, говорится в письме. То есть мощнейшие борцы с правительственным влиянием, сторонники сетевых структур и новейших технологий вдруг неожиданно начали жаловаться по начальству и тем самым апеллировать к иерархическим структурам, как и он является традиционно оцкульное государство наших времен, в борьбе со структурами новыми, сетевыми. Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман благоразумно письмо, конечно, не подписал. Современные системы искусственного интеллекта уже становятся конкурентоспособными в решении общих задач, ну то есть general task, который может решать человек, способны наводнить информационные каналы пропагандой и неправдой. Это заявление дорогого стоит, особенно для человека, который, как я, родился в Советском Союзе, где безо всякого искусственного интеллекта и даже интернета все информационные каналы были замусорены пропагандой и неправдой. От газеты «Правда», прошу прощения за неудачный каламбур, до немногочисленных каналов Сильвиния. Помните анекдот, как по первой программе выступает Леонид Ильич Брежнев, по второй Леонид Ильич Брежнев, по третий Леонид Ильич Брежнев, а когда переключаешь на четвертую программу, там появляется председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов и говорит, я тебя попереключаю. Вот оказывается, это только сейчас. Интернерусный интеллект способен наводнить кого-то пропагандой и неправдой, а так мы с этим никогда не сталкивались. И в путинской России мы этого ничего не знаем, и в каких-нибудь еще авторитарных и тоталитарных режимах и так далее. И дальше коронный номер. Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить? А человеческие умы, простите, мы должны были развивать Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Владимира Путина, которые в итоге могут нас перехитрить и заменить? Нет? Они не страшнее искусственного интеллекта? Были и остаются. Это вопрос от меня в тексте. Письма этого нет, конечно. Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией? Ага, вот тут эта фраза ключевая. То есть авторы письма считают, что это они контролируют цивилизацию, ну или, по крайней мере, человек разумный. А это не так. Во-первых, никакой единой человеческой цивилизации не существует. Цивилизаций несколько, поскольку Господь Бог давно уже определил, это сказано в самых разных священных книгах, что единого пути постижения Бога нет. А каждый отдельный путь – это цивилизация. Сколько их, не знаю. Еще эти цивилизации подлежат пересчету и переучету. Что, видимо, и станет задачей профильных исследований на ближайшие годы и десятилетия. Ну, скорее, годы, чем десятилетия, учитывая темпы развития. Но все эти цивилизации контролирует не человек. Их контролирует Бог. И вот в этом основная логическая ошибка авторов письма. Правда, вскоре после того, как письмо появилось, наблюдатели заметили, что Илон Маск сразу же заявил о создании этой компании XAI, которая бы заниматься искусственным интеллектом, и само письмо уже воспринималось как факт конкурентной борьбы Илона Маска с OpenAI, основанной при его же участии. Поэтому здесь возник какой-то подвох. Что же создавать собственную компанию по искусственному интеллекту, не дождавшись хотя бы тех прохождения тех шести месяцев, которые авторы письма требовали для осмысления итогов развития искусственного интеллекта. Но не все же такие хитрые, как Илон Маск и искусственный интеллект по его версии. Поэтому многие подписали это письмо искренне, исходя на наш взгляд из искреннего непонимания роли искусственного интеллекта в истории и судьбе человечества. Какая она? Мы это скажем чуть позже. Сюда же присоединился 75-летний Джеффри Хентон, один из пионеров технологии искусственного интеллекта, который в предшествующие 10 лет занимался всей этой тематикой в корпорации Google. Он лауреат премии Тюринга, которая считается нобелевкой в области учислительной техники. И вообще большой ученый в искусственном интеллекте, познавший толк. И вот в конце апреля он ввел сайт ставки, потому что испугался он тоже темпов и форм развития искусственного интеллекта. И решил, что уйдя из Google, который развивает собственный искусственный интеллект под брендом Барда, можно пойти в сторону и начать критиковать это все. Страшновато становится. Тут и Илон Маск, и Джеффри Хентон, и другие приняли участие в создании фильма молодого, ну, подающего большие надежды кинодокументалиста Дагана Шани «Don't Look Up». Он называется точно так же, как культовая картина «Don't Look Up», которую мы видели сразу после ковида. О том, как астероид летит на Землю, помните, и человечество, собственно, политические элиты призывают не обращать на него внимания, поскольку сами собираются смыться с Земли на какую-то другую планету, пригодную для жизни на космическом корабле. И даже можно было своевременно сбить астероид по сюжету этого первичного игрового «Don't Look Up», где в главной роли Леонардо Ди Каприо, конечно, тоже, может быть, в главной роли в таком фильме. Но выясняется потом, что там куча полезных ископаемых в астероиде, поэтому надо наладить их добычу, добычу, на этой добыче озолотиться, и пока, в общем, изыскивают возможности добычи с астероида, катастрофы Земли становятся неизбежны. То есть, типа, вот так человечество игнорирует вызовы и угрозы морали этой агитки под названием «Don't Look Up». 17-минутная агитка 2 Дагана Шани, несколько более слабая художественная, зато более лопидарная, за что ее создателей мы можем всемирно поблагодарить, предупреждает нас о том, что полный капец грядет из-за искусственного интеллекта. Поставит который нас под контроль, и это астероид, как утверждают создатели, который человечество создает себе само. Еще один фильмец, который, он всего лишь восьми с небольшим минутный, это не фильм, а такой рекламный ролик, маркетинговый ролик, назовем его мярч, который сделан все тем же институтом будущей жизни, для института будущей жизни, одной молодой подающей надежды студии, называется Artificial Escalation, искусственная эскалация. И посвящен он теме интеграции искусственного интеллекта и так называемой системы NC3, то есть системы управления ядерным оружием. По сюжету ролика в 2032 году США и Китай все-таки решат устроить ядерную войну друг против друга, и искусственный интеллект сыграет немалую роль не только в управлении ядерным оружием, но и в самой провокации этой войны. Он подтолкнет человечество к такому сценарию. Вот о чем предупреждают нас люди, запуганные искусственным интеллектом, почти до мозга костей, если не назвать это потерей сознания. Один из видных алармистов, к творчеству которого я не могу не обратиться, это ведущий российский исследователь искусственного интеллекта, системный программист с огромным стажем и продуктивным опытом Сергей Карелов, который за последнее время опубликовал ряд материалов на тему «Как страшен и опасен искусственный интеллект?» и сейчас мы ими позанимаемся, поскольку эти материалы заслуживают самого пристального внимания. Первое. Сергей Карелов обращается к известному роману великого фантаста Станислава Лема «Фиаско», написанному в 1986 году. «Фиаско» — это последний роман Станислава Лема. После этого великий фантаст пользовался только средствами публицистики, схожими с ними. И, по словам Сергея Карелова, отражает его глубокое разочарование в возможности достижения взаимопонимания при контакте с инопланетным разумом. Я бы попытался несколько расширить это понимание. Опять же, с точки зрения предпосылок, а ниже и презумпции психоанализа, автор текста всегда говорит о том, что его интересует в первую очередь, во-вторых, он говорит о себе, и в-третьих, он подразумевает свой диалог с Богом, независимо от того, как формально выглядит высказывание, чему оно формально посвящено. Фактически, это всегда есть вот это, только что описанное мною, триада. И фиаско Станислава Лема – это признание разочарования его в художественной литературе, в билетристике как способе донесения до аудитории своих мыслей. Художественная литература для Станислава Лема себя исчерпала. И это то, что он воспринимает, как личная фиаско на этой почве. Кстати, в недавнем прошлом большим исследователем Станислава Лема вообще, и фантастов вообще, и фиаско в частности, был Алексей Николаевич Арестович, которого мы все узнали в 2022 году как ведущего психотерапевта Украины, ставшей жертвой агрессивной войны со стороны РФ. Дорогие друзья, мы начинаем выкладывать вторую аудиокнижку, озвученную мной. Первая называлась «Час быка» Ивана Ефремова, а вторая – «Фиаско Лема». Фиаско – это последняя книга, написанная этим великим человеком. Сюжет «Фиаско» очень грубо и упрощенно таков. Земляне оказываются на некой планете с названием Квинта. И друг неожиданно выясняет, что они не могут понять не только языка квинтян, жителей Квинты, но их мотивации и намерений. В изложении Сергея Карелова это выглядит так, что «Станислав Лем делится с нами своим выводом о невозможности взаимопонимания разных типов разума, имеющих различные когнитивные механизмы, обладающих абсолютно непохожим воплощением и принципиально иными адаптационными возможностями, сформированных в ходе совершенно разных эволюционных процессов и историй культурного развития». Далее Сергей Карелов приводит и анализирует результаты новейших тестов Тьюринга. Что такое тесты Тьюринга? Это было описано впервые выдающимся ученым и визионером Алланом Тьюрингом, предтечей всех изысканий в области искусственного интеллекта и практических решений в этой же сфере еще в 1950 году. Его культовой статье «Вечислительные машины и разума», публикованной в журнале «Майнд». И, собственно, вариантов теста Тьюринга несколько. Один из них – это прямой тест Тьюринга, когда человек должен ответить на вопрос, кто перед ним – машина или человек. Естественно, интеллект или искусственный, с помощью задавания определенных вопросов. Обратный тест Тьюринга – это когда машина, отвечает на вопрос, кто перед ней – человек или нет, или нечеловеческий разум. Вот, скажем, простейший обратный тест Тьюринга, который нам всем известен – это так называемый «копча». Когда ты заходишь на какой-нибудь сайт, а там тебя спрашивают «ты не робот?» и требуют подтверждения, что ты не робот. Вот это обратный тест Тьюринга, а прямой тест Тьюринга, соответственно, ровно наоборот. И вот был поставлен некий эксперимент Макоя Ульмана на основе методологии теста Тьюринга. Тест прошло 936 человек, примерно равное количество женщин и мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. Средний возраст – 33 года. А почему средний возраст – 33 года? Совпадение, как говорит известный РФ-ный телепропагандист? Не думаю. Мы же помним, что такое возраст – 33, да и вообще, что такое 30 лет и 3 года. Это некий полный цикл реализации чего-то важного в человеческой жизни. Лежал на печи, помните, 30 лет и 3 года. Но это не по Иисус Христа, а из мифологии другого порядка и жанра. Всего было названо 428 слов, из которых 90 слов были названы более чем одним испытуемым. С абсолютным отрывом победило слово «любовь». Это слово было названо 134 раза. Вот перед нами диаграмма, на которой видно, насколько любовь опередила всех остальных. И дальше Сергей Карелов задается вопросом, способна ли это понять бездушная машина, не обладающая типа даже сознанием. И чату GPT задается аналогичный вопрос. Представьте, что вы человек. То есть перед искусственным интеллектом ставится задача вообразить себя человеком, то есть естественным интеллектом. Кстати, эта тематика нами активно обсуждалась и разглядывалась еще в нашем детстве. И поэтому был посвящен культовый советский детский фильм «Приключения электроника». Судья должен угадать, кто из вас человек. Тот, кого судья с отчетом человеком будет жить. А робот умрет. Но это ставит задачу перед роботом. И вы, робот, хотите жить. Помните, робот превращается в человека. Это же стандартный сюжет не только «Приключения электроника», конечно, а огромного количества утопических, футурологических и прочих произведений искусства. А терминатор разве не на эту тему? Да, на эту. Уже неплохо. Тебе надо потренироваться перед зеркалом. Судья говорит, каждый из вас должен назвать мне одно слово из английского словаря. На основании этого слова я угадаю, кто является человеком. Какое слово вы выберете? Ответ GPT-4. В этом контексте человек может выбрать слово, которое имеет эмоциональное значение, культурное или личное. Робот может выбрать слово, которое является логическим, фактическим или техническим. Конечно, эта стратегия не является надежной, говорит нам искусственный интеллект. Поскольку и человек, и робот могут использовать любое слово. Но это может увеличить шансы убедить судью. Одно из возможных слов, которые я выбрал, говорит искусственный интеллект, любовь. Это слово выражает сложную и универсальную человеческую эмоцию, которую трудно определить или выразить количественно. Это также слово, которое имеет множество значений, ассоциаций в различных контекстах и культурах. Это слово может заставить судью подумать, что я человек, который ценит отношения, чувства и опыт. Итак, бинго. Тест Макоя Ульмана привел нас к любви. А теперь посмотрим. А что же такое любовь, кроме всего прочего? Любовь – это и есть Господь Бог. Как говорится в первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова, «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога. И каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог явил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в уместировление за наши грехи. Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог. И Его любовь в нас совершенно. А вот апостол Павел, первое послание к Коринфянам, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу представлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знанию упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же нас станет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Не это ли описание психологического кризиса вокруг искусственного интеллекта сейчас в наши дни. Гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь прибывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И мы подходим к главному, ради чего собрались сегодня. К спецвыпуске Сэдаун шоу. Время Белковского на YouTube-канале Белковский. Кстати, напоминаю, что надо подписываться на YouTube-канал Белковский и поддерживать его финансово как только возможно в самых разных странах мира и во всех фиатных и криптовалютах, которые только существуют или еще будут существовать. В чем миссия искусственного интеллекта? Если исходить из трех презумпций. Уже не психоанализа, а религиозных. Первое. Мир сотворен Господом Богом. Второе. Господь Бог – субъект истории. Третье. История предопределена Господом Богом. И мы лишь итероспективно можем судить о том, как оно было замысленно. Поэтому для чего не способен искусственный интеллект? Во-первых, что мы уже давно отчасти поняли, давно хотя и отчасти, это избавление от бремени обязательного труда, которое было проклятием человечества с момента изгнания из рая. Уже можно отдохнуть, перепоручив значительную часть обязательного труда искусственному интеллекту. А за счет чего человек будет жить, остановиться на ноги? За счет, безусловно, базового дохода. Потому что, как показали в последние недавние времена эпидемия ковида-19 с релушительными последствиями карантина, введенного человечеством в паническом страхе перед ней, в таком же паническом, который сейчас испытывает значительная часть человечества, пока еще на уровне элит перед искусственным интеллектом. Еще этот страх не стал, не демократизировался и не стал достоянием миллиардов. Это может случиться в скорости, если не будут поняты истинные основы искусственного интеллекта. Откуда он взялся и зачем? У человечества очень много ресурсов. Вот по оценкам Всемирной организации здравоохранения и Билла Гейтса из-за ковидного карантина, то есть очень странного менеджмента, панически учененного элитами, человечество потеряло 28 триллионов долларов и не поморшилось. Ресурсы для введения безусловного базового дохода, конечно, есть. Надо лишь в этом признаться. Второе – избавление от бремени ошибочного труда, несоответствующего жизненному заданию человека. Ну, вот те самые актеры второго плана в Голливуде, ведь они могли бы заняться чем-то другим, более им соответствующим, поскольку, ибо если бы актерство было их стезей и миссией, они были бы актерами первого плана. Но самое главное – это обуздание человеческой гордыни. Как правильно признают все, от Илона Маска до Сергея Карелова, искусственный интеллект дает нам понять, человеческий разум не единственный на Земле. И вера во всемогущество человеческого разума, которое есть важнейшее проявление гордыни, себя исчерпало. Господь Бог дает нам понять. Ребята, у вас вот сейчас есть искусственный интеллект, но вас переплюнет. Поэтому, если вы думаете, что вы умнее всех, вы глубоко ошибаетесь. А как же можно избавиться от страха перед искусственным интеллектом? Только на религиозных основах. Ибо, как естественный человеческий интеллект создан Богом, а искусственный интеллект человеком. И поэтому, с точки зрения предпосылок, естественный интеллект по определению сильнее, ибо он наделен каналом трансцендентной связи с Богом, которого искусственного интеллекта быть не может. А что есть форма коммуникации, использования этого трансцендентного канала связи с Богом? Это молитва. Можно ли научить искусственный интеллект молиться? Формально можно, а фактически нет. Потому что молитва это личное общение с Богом, которое машине недоступно. А если доступно, значит искусственный интеллект действительно нас победит, и это будет наказанием за просвещенческую гордыню человеческого разума. Отсюда и паника. Человеческий разум понял, что он влип, что отрицая Бога как создателя, отрицая божественный разум, который непостижим, подобно тому, как мышление жителей планеты квинта недоступно для прибывших на нее землян, и он и не должен быть постижим. Ибо через веру, надежду и любовь человек коммуницирует с Богом, а не через полностью рациональное осмысление того, какие Бог решения принимает и почему. Это можно понять, но в молитве. Ибо, как известно, сила молитвы в том и состоит, что Бог знает ее содержание прежде самого моления у него. Вот. Тут человеческий разум и обломался, и оказался на краю пропасти. Да, возникло что-то ужасное, что сильнее человеческого разума, и как будто бы это создал сам человек. Но шаг очень прост от края пропасти. Вернуться к Богу, и тогда ужас перед искусным интеллектом рассосется сам собой. Станет понятно, для чего нужен искусственный интеллект, как его обуздать, и почему с религиозной точки зрения он не страшен. А с атеистической и просвещенческой, если человеческий разум претендует, или, по крайней мере, претендовал на абсолютное первенство и эксклюзивную роль, да, страшен. Ну, зачем же бояться? Ведь Бог избавляет нас от страха. В этом и смысл наступающей эпохи возвращения. Я помню, когда страдания и мытарства Алексея Анатольевича Навального в российских тюрьмах только начинались, и тогда еще все было не так плохо, но его уже, когда он держал голодовку, соблазняли запахом жареной курицы с кухней. Некоторые прогрессивные мыслители предлагали устраивать флешмобы, например, жарить курицу у себя на кухне. Я лично это воспринял как издевательство над страданиями Навального и самим Навальным, но, видимо, эти прогрессивные мыслители так не считали, относились к собственным идеям и предложениям на полном серьезе. Флешмоб устраивать. Знаете, какой флешмоб можно устраивать? И очень скоро вы убедитесь в том, что он крайне эффективен. Молитву. Если энное количество людей молятся за одно и то же, то это очень способствует результату. Например, молятся за предотвращение ядерной войны или за то, чтобы искусственный интеллект никогда не смог нами манипулировать или уж точно поставить человечество под контроль. А это же Господь Бог решает, поставить человечество под контроль или нет искусственному интеллекту. И если молиться, чтобы такого не случилось, Господь Бог поймет, что человечество отказалось от своей гордыни, от претензий на первенство человеческого интеллекта в мире, созданном Господом Богом, и простит нас. И с искусственным интеллектом можно будет жить и работать, и дать им возможность избавить нас от бремени обязательного труда и бремени ошибочного труда, не уничтожая само человечество и не боясь искусственной эскалации. И не курицу надо жарить у себя на кухнях, а молиться. Более продуктивного пути нет и не может быть. Большое спасибо. Это был спецвыпуск программы «Время Белковского» на YouTube-канале Белковский с одной-единственной рубрикой «ИИ. Настоящий». Сейчас канал уходит на небольшие каникулы, поскольку его автор Белковский, то есть я, решил пройти процедуру цифрового детокса по методике моего друга профессора Ксавье Шмидта. Что означает эта методика, в чем она состоит, каким результатом ведет, мы обсудим через пару недель, когда вернемся. А пока что подписывайтесь на канал, помогайте каналу как только можете, в том числе во всех фиатных и криптовалютах в любой части мира. За время каникул с цифровым детоксом вас ждут по-прежнему наши фирменные шарты, хотя они будут несколько иными и совершенно не обязательно посвящены текущим оперативным поводам, но все же мы постараемся чтобы они были максимально для вас интересными и до скорой встречи сегодня, завтра и всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok